Друзья, всем привет! С вами снова Вика Моторс и сегодня у нас на обзоре вот такой квадроцикл от компании Шармакс, Шармакс 650 Форс. Погнали посмотрим, что же это такое. Это просто суперский квадроцикл, в котором есть все, что вам необходимо. Он подойдет под любую задачу. Давайте же перейдем к техническим характеристикам. Сердцем данного аппарата является одноцилиндровый четырехтактный четырехклапанный инжекторный двигатель. В жидкостное охлаждение в передней части данного квадроцикла установлен большой радиатор, который не допустит перегрева даже в самых жестких условиях. Мощность данного монстра составляет 44 лошадиные силы и 570 кубических сантиметров. Коробка передач вариатор CVTech. Здесь у нас есть понижающая передача, повышающая, нейтраль, задний ход, ну и паркинг. Бак здесь 20 литров, кстати говоря, он находится под сидением. Сидение легко поднимается, ну и здесь располагается у нас бак. Колесная база здесь 1370 миллиметров. Колеса у нас в круг 25 на литых алюминиевых дисках. Резина установлена кенда, неплохая резина, она реально достаточно зацепистая. Дорожный просвет 310 миллиметров. Перейдем к подвеске. Передняя подвеска независимая, двойные А-образные рычаги. Задняя подвеска также независимая, но она уже на А-образных рычагах. Ход передней подвески 180 миллиметров, а вот задней 210. Передние и задние амортизаторы газомасляные, имеют регулировку по преднатягу пружины. Квадроцикл полноприводный, а также есть блокировка переднего дифференциала. Квадрик достаточно большой. Его длина составляет 2200 миллиметров, а ширина 1230 миллиметров. Он двухместный. Места для второго пассажира здесь предостаточно. Есть завода спинка и ручки для комфортного передвижения пассажира. Данный аппарат оборудован с защитой днища. Также есть защита для рук. Она точно вас спасет от веток. Заявленная сухая масса 330 килограмм, а вот снаряженная 365. Перейдем к несомненным плюсам данного квадроцикла. Здесь установлена информативная приборная панель. Есть дополнительный свет. Он безумно яркий. Слева располагается зеленая кнопка для его включения. Наверное, одним из самых весомых плюсов для меня в данном квадроцикле является электроусилитель руля. То есть, смотрите, в незаведенном состоянии руль очень тяжелый. Сейчас я вам продемонстрирую, как работает электроусилитель. Значит, запускаем квадроцикл и руль просто становится легенький. Вообще идеально управляется. Вот. А как только мы его заглушим, все, электроусилитель не работает. Справа, там же, где находится ключ зажигания, у нас есть прикуриватель, который герметично закрывается резиночкой и USB-порт. В передней части располагается лебедка с тяговым усилием в 1133 килограмма. А в задней части фаркоп, грузоподъемностью 400 килограмм. Это значит, что вы свободно можете тягать прицеп. А еще спереди и сзади есть багажные решетки. Ну а данный квадроцикл нам на обзоры и тест-драйв предоставила компания Sharks Motors, за что им огромное спасибо. Ссылочку на данный аппарат вы найдете в описании. В целом, это все, что я хотела вам рассказать об этом квадрике. Ну а сейчас погнали кататься! Ну что, друзья, поехали тестировать, да? Так, заводим, ставим повышенную передачу. Так. Во, все. Мы находимся сейчас в поле. Тут много кочек, колея и вообще сейчас дальше будет речка. Прет данный квадрик как танк. Вот сейчас, на данный момент, чисто включен задний привод. Речку, наверное, буду брать на полном приводе. Ну а дальше, вероятно, будут лужи, болотистая местность. Там уже может быть и блокировку переднего дифференциала. Воспользуемся ею, да? Затестим, как это все работает. Я никогда не каталась на полноприводных квадриках с блокировкой. Надеюсь, я сегодня не застряну, чисто из-за своей неопытности, знаете. Как это бывает. Ну, я уже не впервые на квадрике еду. Набираюсь опыта, так сказать. Тут горочка такая. Блин, на нем офигенно ехать. Просто он мягкий. Ты едешь как будто бы на чем-то очень высоком. Он высокий. Вот сейчас речка будет. Наверное, включу полный привод сразу. Мне все еще страшно на квадриках ездить в плане того, что кажется, что я завалюсь. Но это вот просто после мотоциклов такие ощущения. Так, полный привод. Так, да, вот здесь вот на панельке у нас кружочек появляется. Все, полный привод. Поехали. Гребет он, конечно, офигеть просто как. Конкретно. Так, нам сейчас вверх надо ехать. Вот. Все, офигенно. Поднялась вообще. Кайф. Продолжаем движение. Сейчас заедем в лес. У нас вот везде тут сухо сейчас. Засуха конкретная. Ну, болотистые места есть. Я вообще вот еду спокойно. Здесь колея, ямы. Он ничего не чувствует. Вот это реально монстр просто. Вот в такие места на квадрике вообще офигенно просто. Хорошо, что есть электроусилитель. Для меня, как для девочки, это очень важно. Потому что, когда тяжелый руль на большом квадроцикле, это реально тяжело ехать. По таким дорожкам вообще офигенно ехать просто. Он их не чувствует. Все эти кочки, ямки небольшие. Так, нам сейчас налево. Вот здесь будут лужи. Как минимум они были. Сейчас, вероятно, они высохли, как я понимаю. Блин. Нифига себе, тут просто каша-малаша. Каша-малаша и нету ничего такого, что было бы интересно. Ладно, я объеду. О, вот здесь вот. Вот здесь вот сейчас мы его и засадим. Офигеть, он просто едет. Он может, реально. Какашки отлетают только так. Он вообще на полном приводе эту лужу и не почувствовал. Тут очень красивый лес. Дальше вроде тоже будут лужи. Ну, грязь мы найдем. О, вот оно, вот оно. Вот он начинается интерес. Вот тут уже начинается интерес. Я даже не знаю. Наверное, я лучше сразу подключу блокировку дифференциала, чтобы было проще выехать. Сейчас прям вот так вот по центру возьму все эти лужи. Блин, мне кажется, она глубокая. Капец просто. Думаю, блокировку лучше сразу включить. Мне так кажется. Блокировка включена. Блокировка включена. Я, к сожалению, никогда в таких лужах на квадрах не заседала. Я не знаю. Я уже не знаю. Ажа, лезь. он их и не почувствовал он просто их не почувствовал вы прикиньте ну чё поехали дальше это даже жарко так на повышенной капец мне нравится вот это лютая тема вот тут еще есть чуть какашек так ну ну так справится блин это так офигенно вы знаете как я сильно люблю вот именно по грязюке кататься и вот для меня когда мне любая вот такая грязюка не помеха для меня это такой кайф просто от меня просто грязь отлетает я вот в стойке еду вообще просто офигенно я не знаю я кайфанула сейчас жене предложу вторым пассажиром сесть оставляй пит вот здесь в кустах поехали туда вдвоем скажешь как вторым пассажиром ехать нормально не в таких условиях резина вообще лютая нагребет просто не забивается ну квадрик уже такое вкусненький прям так ну сейчас покажу как же не сидит вторым пассажиром так ну и в принципе места мне тут предостаточно еще я в основном стойке еду тем более так в общем сейчас поедем в этот лес там дальше есть дорожка такая интересная там тоже будет грязь посмотрим как вдвоем он грести будет так на полном приводе поедем тут вот сейчас кочки всякие начнутся которые для мотоцикла вообще очень неприятные квадрик вот не чувствует ничего он просто плывет тут как будто бы и есть квадроциклетная дорога такая меня-то квадрик конечно не чувствует во мне вес 45 килограмм а вот сейчас вдвоем мы уже потяжелее будем да так вот тут ложь какая-то была грязь есть нормально он просто выполз из нее вообще все равно он грязь только и отлетает в разные стороны что тут еще и бревно погнали опа все выехали он выкопался просто отсюда чего ну да вкусненько вдвоем вообще можно вот спокойно ездить по таким местам главное руки не забиваются потому что есть усилитель это вообще топ для меня вот прям вообще на панельку шмоток грязи прилетел тут какая-то тоже уже было но она сейчас вообще опа если с газа такие места пролетать то он вообще их не чувствует маленькие бревна он не ощущает я как будто просто по ровному еду подвеска топовая бревно ему вообще все равно и не заметил ну дальше просто ровно поле не очень интересно ехать наверное сейчас развернемся и поедем в обратку сейчас найдем место где можем развернуться я даже вот сидя все это время еду и мне даже сидя комфортно ехать блин ребят это такой кайф просто невероятно это что-то за гранью моей мечты на самом деле для грязи меса на этом квадрике можно и в лес гонять просто так и на охоту и на рыбалку и вообще много-много всяких полезных вещей можно делать с этим квадриком что он проедет везде но я уверена что он проедет везде все вот эти препятствия которые я преодолеваю на нем для него это вообще просто смех детский вот тут колею нарыли сейчас просим уже не как и по таким местам вообще вторым пассажиром ехать нормально ли едется резина сразу очищается самостоятельно от этой всей глины эмоции просто невероятные вот сюда надо было я пропустила эту канал вот здесь мы прям хорошо так шли уху-ху-ху-ху это что-то нереальное просто мясо он прямо может так что вы скажете по этому поводу во первых вы в говне а а во вторых что скажете как тебе вообще вторым номером комфортно ехать вообще-то реально комфортно не мотает мотает конечно но нормально не так что ты сейчас кажется одна маленькая кочечка это улетишь просто куда-то такого тут нет да ручки спинку все вполне себе держит немножко держишься и все очень нормально ну и типа не страшно да кайфово и сидя нормально да вообще подвеска работает вот даже я сидя ехал ну мы конечно очень вкусные уже просто невероятно ну типа чуть-чуть чувствую даже что тяжелее стало но при этом он плет как танк все так же вот мы сели с тобой в лужу вообще ты видела какая там колея от нас а мы ее даже не чувствуем друзья ну в общем вот такой видеоролик у нас получился вот такой обзор и покатушка с тест-драйвом на данном аппарате надеюсь вам понравилось вы поставите лайкосик подпишитесь на наш канал ссылочку на данный аппарат вы найдете в описании и всем до новых встреч